Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Правовое поле». Наш сегодняшний выпуск посвящен вопросам соблюдения прав граждан при предоставлении мер государственной поддержки. Мы поговорим о результатах надзорной деятельности прокуратуры округа в сфере защиты прав граждан при предоставлении мер государственной поддержки, о допускаемых нарушениях, об ответственности за непредоставление указанных мер. Об этом расскажет прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства Карельская Алена Геннадьевна. Здравствуйте! Здравствуйте! Алена Геннадьевна, какие меры социальной поддержки граждане могут получить в Ненецком автономном округе? Социальная поддержка граждан в округе представлена различными мерами, в числе которых денежные выплаты, предоставление права бесплатного и льготного проезда в пассажирском транспорте общего пользования, обеспечение протезно-ортопедическими изделиями, санаторно-курортными путевками, телефонной связью. Следует отметить, что финансирование мер социальной поддержки осуществляется за счет двух бюджетов – федерального и регионального. Государственная социальная помощь в Ненецком автономном округе предоставляется в соответствии с федеральным законом номер 178 ФЗ о государственной социальной помощи и окружным законом номер 121 ОЗ о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа. С 2013 года в регионе действует государственная программа Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан» в Ненецком автономном округе, которая утверждена постановлением администрации Ненецкого автономного округа номер 53П. На сегодняшний день в округе часть мер социальной поддержки предоставляется с применением критерия нуждаемости – наличия доходов ниже двух прожиточных минимумов. Основная часть мер социальной поддержки предоставляется с соблюдением принципа адресности, при котором учитывается наличие детей, инвалидности, достижение пенсионного возраста, наличие материального ущерба, потеря кормильца и другие. Алена Геннадьевна, какие государственные органы в Ненецком автономном округе предоставляют меры поддержки? Меры государственной социальной поддержки предоставляются Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения округа, а также его подведомственными учреждениями. Департамент участвует в проведении на территории округа государственной политики в сфере социальной защиты населения с учетом экономических, демографических и других особенностей округа. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАУ в сфере социальной защиты осуществляет социальную поддержку граждан в соответствии с принятыми нормативными актами Ненецкого автономного округа, в том числе в сфере оказания социальной помощи и организации социальных выплат населению, обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан. осуществляет предусмотренные законом об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации полномочия в сфере социального обслуживания, участвует в разработке и обеспечивает реализацию государственной социальной политики на территории Ненецкого автономного округа по улучшению положения семьи, женщин и детей. В нашем Ненецком автономном округе реализуется большое количество мер социальной поддержки. Их порядка 140 таких мер. Эти меры реализуются для чего? Для того, чтобы население наше почувствовало заботу государства и не испытывало определенных сложностей и проблем в своей жизнедеятельности. Меры направлены на улучшение жизни малообеспеченных семей, людей, которые испытывают определенные сложности, например, в поиске работы. Меры направлены на улучшение жизни нашего пожилого населения, для людей с ограниченными возможностями. Все меры социальной поддержки об изменениях в региональном законодательстве департамента соответствующим образом информируют население. Поступающие жалобы и проблемы, которые возникают при получении тех или иных мер, тоже стекаются в департамент. Мы стараемся решать эти возможности, давать ответы на различные жалобы. Поэтому стараемся, чтобы таких жалоб и таких проблем, которые возникают у людей, было меньше. Алена Геннадьевна, какие виды ответственности предусмотрены в сфере предоставления мер государственной поддержки? Меры социальной поддержки могут устанавливаться как бессрочно, так и на определенный временной период, либо до наступления какого-либо события. В связи с этим, лица, получающие такие выплаты, обязаны сообщать в государственные учреждения по социальной защите населения, осуществляющие выплаты, о наступлении событий и фактов, служащих основанием для прекращения, либо приостановления мер социальной поддержки, или изменения их размера. Например, снятие с регистрационного учета по месту жительства пребывания, увольнение, трудоустройство, изменение количества зарегистрированных в жилом помещении, форму собственности жилищного фонда, общей площади занимаемого жилого помещения. Ответственность за предоставление заведомо ложных или недостоверных сведений, либо сокрытие информации путем умолчания о фактах, влекущих прекращение мер социальной поддержки, или влияющих на их размер, предусмотрена статьей 159 Прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть мошенничество при получении выплат, и наказывается в зависимости от причиненного ущерба, штрафом, либо ограничением лишения свободы. Должностные лица, которые нарушили нормы закона при предоставлении мер социальной поддержки, несут гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность. Гражданско-правовая ответственность заключается в возмещении бреда, причиненного инвалиду гражданами, должностными лицами, государственными органами и органами местного самоуправления. В качестве примера административной ответственности можно привести статью 5.63 КОАП РФ нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Примером уголовной ответственности может служить статья 140 Уголовного кодекса России «Отказ в предоставлении гражданину информации». Алена Геннадьевна, прокуратурой округа проводились проверки исполнения органами власти законодательства, регулирующего социальную поддержку граждан. И какие нарушения были выявлены при этом? Проверки проводятся прокуратурой округа на постоянной основе. Например, в сентябре текущего года проведена проверка в отделении социальной защиты населения исполнения законодательства, направленного на социальную поддержку семей, имеющих детей. По результатам проверки выявлены нарушения, связанные с нарушением 10-дневного срока принятия решения по заявлениям граждан о назначении ежемесячной денежной выплаты, несоблюдением срока направления заявителя уведомления о принятии решения о назначении выплаты либо об отказе в ее назначении, нарушением порядка направления запросов в предоставлении сведений в порядке межведомственного взаимодействия, несоблюдением формы уведомления об отказе в назначении выплаты. Основными причинами отказа на назначении ежемесячной денежной выплаты явились установленные факты превышения размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения, а также установление факта проживания заявителя за пределами Ненецкого автономного округа, Фактов незаконного отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты, проведенными проверками, не установлено. Отделение социальной защиты предоставляет широкий спектр государственных услуг для различных категорий граждан. На сегодня это около 150 мер социальной поддержки. Можно выделить три основные категории получателей – это пенсионеры, инвалиды и семьи с детьми. Самыми востребованными госуслугами среди пенсионеров являются компенсационные выплаты и выплата ко дню пожилого человека. Хотелось отметить, что граждане, не получившие в текущем году выплату, могут подать заявление до конца этого года. Также до 5 декабря учреждение продолжает принимать заявление ко дню инвалида. Граждане, являющиеся получателями данной услуги и имеющие бессрочную инвалидность, выплату получат в беззаявительном порядке. Остальным необходимо подтвердить свое право на выплату. Среди семей с детьми наиболее востребованными услугами являются ежемесячные социальные выплаты, в том числе с семьям, имеющим на воспитании трех и более детей. Ежегодные единовременные выплаты многодетным семьям к учебному году. Прием заявлений на выплату заканчивается 1 декабря. С 20 ноября по 20 декабря ведется прием заявлений на предоставление путевок по направлению мать и дитя и детям в составе организованных групп. С мая текущего года учреждение оказывает новую государственную услугу – выплату на детей от 3 до 7 лет. Право на данную выплату имеет семьи, в которых среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. Размер пособия в 2020 году составляет 10 556 рублей ежемесячно. Все меры соцподдержки носят заявительный характер. Подать заявление можно в офисах ОФМЦ, через портал госуслуг, а также непосредственно в учреждении. Алена Геннадьевна, какие меры приняты прокуратурой округа в целях устранения выявленных нарушений закона? С целью устранения нарушений в адрес директора отделения социальной защиты населения внесены представления с требованием устранить нарушения закона, которые рассмотрены и удовлетворены, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Также представление внесено в адрес руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения округа. Кроме того, прокуратурой округа, исполнительный орган государственной власти округа в сфере цифрового развития, информатизации и связи в соответствии с законом НАУ об административных правонарушениях, направлено 18 материалов для составления протоколов об административных правонарушениях в связи с нарушением сроков рассмотрения заявлений граждан об оказании государственных услуг. Спасибо, Алена Геннадьевна. На сегодня это все. До новых встреч в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин